давайте сегодня напишем белые лилии и так мастихин рыбка картон переплетный не загрунтованы краски масла можно акрил фон такой голубой меня это цирулиум с белинами чуть-чуть светло-голубой все закрашиваем горизонтальными движениями можно можно как я обычно пальчиком да можно вот так вот тонким слоем мастихинчиком что пальчик свой не пальчиком быстрее обычно давайте пальчиком далее мастихин берем или делаем фактурку на то есть вот размазываем так обязательно вертикальными движениями и опять же нам надо создать видите какие-то такие вот полосочки неровности где темнее где светлее чтобы он был у нас тоже очень такой разнообразный и интересный и обязательно вертикальными движениями такое сделали да где-то он может быть вот тут допустим прям чисто голубой оттеночек и наши цветочки они будут такие белила плюс капелька телесной то есть они не в чистом виде будут белые поэтому я сразу вот такой вот цвет намешиваю капельку телесные белила и этим цветом я хочу немножечко погуляется по фону нашему сразу по конец цветочков совсем чуть-чуть видите не надавливая на мастихин получается такая вот фактурка интересная как брызги такие да кое-где да тоже не повсюду не повсюду и вертикальными обязательно вот так все погулялись это и совместить наш фон с цветочками потому что цветочки как раз такие будут светло-светло-светло желтые телесные какие-то да вот если естественно берите если нет интересный добавьте охру да можно охру много белил смешать так все наверное можно в чисто голубым тоже пройтись капельку кое-где то есть добавили светлых сначала до каких-то участка теперь можно и темно добавить опять же вертикально наоборот вот тут но мы еще будем добавлять вот охру с телесной еще потом будем добавлять если что вот тут вот и потемнее в этом углу можно добавить потом еще может быть еще добавим когда цветочки своим напишем вот так все быть и теперь цветочки цветочки значит вот тут большую массу занимает один цветок главный на серединке примерно одинаковое количество что тут что тут до отступа от края вот такого вот размер он будет и в серединке чуть-чуть левее все-таки чуть-чуть левее как бы нам так его написать белил добавить надо больше видела тут уйдут белила видите это такое обычно некрасивый цвет как правило в живописи в чистом виде белила не используют вы его чуть-чуть усложнить мы обычно добавляем что туда вот я сейчас добавляю свою наверно телесную вот так но это вот там белый цвет просто чуть-чуть подмешано телесная или охру добавлять но много белил и капелька телесный и вот таким вот цветом намечаем по чуть-чуть доберу намечаем наш главный цветок центр надо найти где-то вот посерединке чуть-чуть левее да вот серединка вы чуть чуть левее где-то центр . поставили и от этого центра протягиваем лепесточки вот тут вот лепесточек он будет такой сначала завернуты уже много много красочки беру да если фон я обычно немного краски беру размазываю так то на главные объекты я много краски беру завернута лепесточек и такой как мне даже не знаю вальчик не вальчик классическая форма лепестка наверное так потом еще набираем тут у нас пять лепесточков вот так лепесточек все в центр виду тут мы не видим его краешек завернуты чуть-чуть голубинки если подмешивается ничего страшного но желательно чтоб не подмешивался да как лепим мастихином да такой пожирнее чуть-чуть лепесточек так слева тоже от центра виду вот так выпуклый он такой и вот так и он так подворачивается остренький такой еще намешиваю до телесной чуть-чуть и любит много белье хлебка такая получается мастихиновая от центра 4 лепесточек на нас практически он смотрит чуть вниз и по пятым от центра вот сюда такие как овальчики да даже не знаю форме лепесточка так и сюда он подворачивается остреньким не мельтешите мазом желательно что такой какой-то был он и много красочки то что перекрывал фон иметь мельтешить чтобы сплошным таким каким-то был вам просто это очень важно тогда далее смешайте больше какой-то охра телесной и вот те лепесточки которые подгибаются они в тени поэтому они темнее вот тут уголочек подгибается внутрь там он дойдет подгибается какое еще тут все то я видел ему что-то это чуть-чуть все далее на одном примере покажу вам сразу да сердцевинку давайте напишем может быть даже вот тень давайте сейчас напишем да больше охры и телесной к этому пик к этому пилинтому оттеночку вот этот лепесточек накладывается на вот этот лепесточек соответственно отбрасывает тень на этот лепесток чуть-чуть тень вот на этот лепесточек и сейчас я хочу еще немножечко вот этот лепесточек побольше сделать потолще там загнуты до такой лепесток и мы не видим его уже этот край и вот смотрите про что я говорю светло на светлом виде теряется добавьте больше голубинки чтобы выделить наш лепесточек вот так даже еще больше голубинки и размажьте тогда вертикальными движениями и сюда это может быть такая немножечко неразбериха как абстракция мне нравятся такие картины не люблю все это вырисовывание детальное сглаживание немножко такая импрессия абстракция где-то может быть да чтоб зритель сам что-то догадался и это отличает и нам работу до новичкам не вырисовываю каждую 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 мелочь вот эту вот детальки так сердцевинку надо смешать охру желтый желтый теплый если у вас есть как такой вот прям теплый теплый желтенький ближе к оранжевую если нет уберите желтый плюс оранжевый охру что тут такое вот но больше желтенький все таки да вот такой вот человек должен получиться охру вот такой вот чуть-чуть еще больше оранжевики теплый оранжевый вот если есть у вас тюбики сердцевинка сердцевинка даже не сердцевинка а у лепесточков у ливи да вот как-то тут получается затемнено в каждый лепесточек внизу ближе к центру я затемняю вот так оставьте этот цвет он нам еще пригодится для остальных цветочков главный цветочек мы написали и вот тут я вижу прям полоску такой посерединке с белилами все-таки она не такая явная тут полоска посерединке тут полоска посерединке полоска тут полоска вот так и и почечки такие до темноты какие-то вот умбру к этому оранжевому желтому сюда вот какая-то такая серединка темноты туда вместить то этим же цветом точечки поставить характерные для лилии точечки какие-то ну прям очень такие не сильные и вот эти вот палочки до которые торчат они такие какие-то оранжево-зеленые оранжево-салатовые выходят штучки там 5 даже процарапывают а куда толстой своей краски серединке вот этой выходит и умброй плюс капелька оранжевого или чистым умброй до вот так камышики такие маленькие и что еще и вот тут вот такой вот тоже оранжевым оттеночком таким оранжево-желтым пика такая тоже торчит и точечка такая так оранжевый с охрой может капельку с коричневым темно-оранжевый но тоненько нужно вот так бочком и стихина и вот этим же цветом стать вот каким-то таким оранжево-желтым вот этот лепесточек находит на это там вот тень прям и вот этот заходит на это тут значит тень падающая выделите на чтоб объемки получусь там глубин какой-то там глубина поэтому свет не так хорошо падает туда поэтому там тени образуются что-то еще добавим да давайте дальше по тому же принципу еще надо два цветочка и еще бутончики написать где-то здесь 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 один опять смешан белила плюс телесную может быть больше телесные уже какой-то такой оранжево даже потому что он внизу он еще больше в тени находится под поворотом он каким-то да опять же центр нашли где-то тут и и сильно может быть даже уже не прописывая его да все-таки главным и прописали сейчас остальное как дополнение такое 1 лепесточек 2 лепесточек 3 лепесточек 4 сюда вот за этим лепесточек 5 ой ой 5 5 5 лепесточков должно быть я уже 6 хотела налицать или подождите 6 6 можно можно 6 все в порядке вот так вот так и заостренные какие-то такие да закрученные обязательно так сразу давайте еще этот пропишем больше белил он сверху находится и он самый маленький этот большой средний этот самый маленьким это более левее это хочется значит более правее опять центр и маленькие лепесточки раз видимо стихин рыбка вон такой овальный протянут и очень легко им писать листики и лепесточки так может быть этот же цвет куда-то вот сюда бы я добавила сразу телесно-белый да чуть-чуть вот этим вот желто теплым желтый плюс капелька оранжевинки хотя он даже может быть темнее да больше оранжевинки темнее чем вот этот оранжевый потому что он в тени вот этот цветочек раз два три четыре пять шесть это может быть цвет и он на свету наверху какой-то зеленый цвет подмешал какой-то зеленый цвет подмешал охра плюс белила какой-то вот этот в тени лепесточек этот в тени лепесточек так так умбра плюс оранжевинка сердцевинка этот мы немножечко бачком видим этот более мы видим сердцевинку да видим он на нас смотрит так и этот сердцевинку это вот коричневым и тут может быть тем тоже такую более сердцевинку добавила так это оранжевый желательно как так вписать плавно да далее 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 оранжевым вот эти вот оранжево-белым каким-то палочки и умброй на кончик мастихина наверху каждой палочки коричневым цветом беленькие лепесточки обязательно должны быть на темненьком в соотношении с белым да вот с этим цветом фоне то есть мазочки вот эти белые обязательно не должны быть но они как-то так не сильно должны перекрывать короче как не распиливать кстати больше белью добавить на какие-то выступающие части наших лепесточков на центр до вот этого изгиба так и не распустившиеся бутончики они такие салатово-оранжевые вот у меня есть как раз зеленый смешайте с белинами с желтым или возьмите какой-то салатовый такой у вас есть вот такой вот оливковый нам надо получить оттеночек и капельку оранжевинки да с белинами обязательно светлые вот такой вот оливковый оттеночек вот тут бутончик вытянуты такой тут побольше композицию теперь создать снова беру чуть чуть зеленого белила желтые оранжевые получается такой зелено оливковый оттеночек чем одна сторона теме трассе для может быть идти еще так тут у нас три три цветка два бутончика написано два бутончика что было 5 и высветить до желтый плюс белила высветить это оттеночек по правой стороне а тут по левой стороне тут все далее зеленый плюс умбра сначала с этим салатовым светлую зелень стебель очки протянуть тоненькие сюда один ходит туда под цветочек силу то от этого цветочка сюда к этому дам уже тень у нас дальше будет может какие-то листики а вот книжки уже потемнее до 9 нашим зеленые плюс индиго что-нибудь такое вот темная такая зелень под цветками вот идет допустим до какой-то там стволик стебелёчек и вот так вот идет их листики таким зонтиком там уже не разбериха какая-то такая знаете темные оттеночки в тени обычно не разбериха ничего не уточняется сели вот эти вот все этой темночки давать их снова они красиво тут смотрится и так на и вообще ну понятно что это лилия ну как вроде вроде желтый плюс белила какие-то уже выходим на свет да там каким-то оливковым свет на зелени внизу обязательно тоже написать чуть-чуть намек то основном темнота так ну все наверное может быть вот этот вот оранжево охристость какую-то добавить фон чуть-чуть обыграть вертикальными движениями обязательно да вот соединить фон наши цветочками да и все что-то под размазать можете посмотреть сами да как вам захочется обязательно вот у лилии такие закрученные дайте лепесточки закручивать их обязательно да и все наверно тут подписываем и наша красивая картина готова приятного вам рисования и и и и и